я так думаю вся местность такая что что-то где-то я ему рассказал сейчас под конец про наш теория он ее тоже полностью поддержал не я за счет ну нахер провалишься еще там потому что я сейчас изнутри посмотрел что-то вот да вот эти холмы да вот и непонятно чё-то а где вход то есть это вот это да а здесь чего не выкопано а это я так понимаю откуда воздух до выходил ну да вот этот да что ты будешь делать чуть не запнулся ну что братья и сестры идем в бункер номер два суши интересный мужик попался я так подозреваю он военный ну а чё он один ездит ему может нет ни с кем но кстати он рассуждает один в один как я только даже умнее вот она соляры то воняет где вот этот бункер солярный чай еще включу тоже вспышку чтоб и фонарь не выверну значит никому не нужно может быть ну да правильно он сказал этот бункер менее интересный тут практически ничего и нету да может и был если как они тут говорят да запах солярки вот он чувствуешь есть немного еще запах соляра поэтому тут ничего особо такого нет угарный газ опасно че здесь мог быть за угарный газ предлагаешь надеть да не нахер никому не нужны просто о пожарный щит так надеюсь там нет никакого тела сейчас нахуй ёбнешь по двери пару раз завалит нахер херня здесь такая так главное не упасть не слушай какова была вообще до вероятность в бункере встретить человека а ты еще все спрашивал ну когда же нам кто попадется было бы знаешь вообще прикольнее если бы мы просто шли и он бы нам случайно в кадр попал дынь да да не тут хрень одна чё тут считай нет ничего такого но фоточку сделала фильтра что ли какие тут он те или этот доски просто кнопку пуск не нажимать да весело что поведал этот человек что где-то в районе терховиц недалеко от нас есть тоже какие-то катакомбы еще похлеще этих какой-то человек конкретно стерховиц он просто не рассказывает о них потому что там еще много цветмета нас конечно цветмет интересует в последнюю очередь хотя я понимаю что это деньги но хотелось бы знать кто-нибудь знает об этом месте если знает расскажите нам очень интересно где она ну что вот так тут круто поездка удалась что тут еще сказать блин из бункера вообще когда выходишь такое ощущение что здесь просто африка так жарко сразу становится может быть в общем с бункерами пока все ну сам он видишь на гора как-то не конечно мне тоже кажется это что-то такое сюда надо приезжать с лопатой и копать медленно но верно вот сашки с металлоискателем всего есть где как это сказать разгуляться да ну чё выдвигаемся в сторону деревни на эти холмы не пойдем да хер с ними может еще кого когда сюда привезем то и на холмы сходим я ему рассказал про нашу теорию он ее тоже полностью поддержал он просто сказал я говорит внимание не обращал но это имеет место быть он вообще классные вещи-то говорит ребята я не выставлю чё он говорил полную речь два холма да вот вот что там да кто его знает это чё тут за хрень валяется нормально сейчас посмотрим главное труп не найти неплохи надо телевизор нету ну ладно может и правда сюда надс экскаватором может быть ну чё выдвигаемся в сторону деревни вообще сколько время ну мы уже часовую пропустили ну пойдем потихоньку я так думаю вся местность такая что что-то где-то да было так ну чего да тут походу одна да большая круто 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 вон она еще эта кладка из красного кирпича а вот это здание мы не заметили странно как мы его умудрились пропустить причем причем слушай оно не одно но вот те на я так думаю что это были какие-нибудь казармы а уж там не знаю да интересно надо обойти здесь посмотреть как тут и что отсюда очередная развалина военного корпуса наверное если конечно это был военный корпус кто его знает оп так осторожнее да многообещающая была эта но ничего в ней нет поэтому к следующей вот следующая постройка но я посмотрю что вот здесь за холмик уж больно интересно надеюсь это не какой-нибудь вход в бункер или ракетная шахта вау не не ребята я туда точно не полезу хэ вот она водичка то а с другой стороны ну нафиг слезу я отсюда ха 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 там хоть и толщина здоровая да такая полметра о дорожку нашел но что-то мне не больно охота туда асфальт здесь зарос давно ничего не видно никого не слышно что это был за корпус сейчас уже неизвестно ладно лезем сюда смотрим что тут тоже все погромлено какая-то сетка была он ее прямо видно повсюду надеюсь он не открывает какой-нибудь хрен хрен там ничего не получилось так лезем дальше оп что тут за растяжка он опять валяется противогаз противогаз хорошо хоть увидел растяжку а то бы сейчас да что ты будешь делать все я зацепился за все что только можно а ну конечно железка так ладно думаю дальше изучать это смысла нету развалина она и есть развалина так что это было теперь неизвестно сейчас обойду с той стороны где-то я тут видел таблицу какую-то может на ней что-то осталось а может и не осталось так с этой стороны выглядит это развалившаяся хибара это что у нас ага ничего особо интересного не я же видел где-то что-то напоминало стенд неужели я пока ходил кругами я его пропустил ладно ладно идем дальше как надгробные плиты теперь это выглядит поросло поросло все мхом и так далее как вы уже наверное догадались на улице похолодало на нашей работе я просто уже привык не понятно прохладно вопрос другом на карте есть еще таких строений но это будет вон там за базой военной на которой мы были в предыдущем видео и поэтому я думаю все таки сходить ради интереса туда тоже плиты кругом плиты плиты сейчас пойдем смотреть холм вон те холмы про которые мы говорили что это неизвестно сейчас я попробую туда залезть и посмотреть что-то тоже вот какой-то холм к нему я уж не пойду здесь слышно как едут поезда он остался синий тазик подбираюсь подбираюсь уже ближе тоже как-то сделано интересно как у бункеров но что это для чего это так не улететь бы в какую-нибудь воздушную шахту а то кто меня из нее достанет это загадка природа дерево вроде растет за ним но кто его знает что это опа а включайте ваши диктофоны надо доставать фонари обнаружилось что-то неизвестное я полез это очень стрёмно но в то же время это увлекательно вот вот такая здесь обстановка что это может быть это был тоже бункер но дерево за сколько такое могло лет вырасти кто знает может это был какой-то у них подземный гараж уже что-то чуть не провалился может ой блин может это просто что-то было ощущение что я покладки да почему здесь везде проволока как будто здесь растяжки вот вы видите опять вот эти нитки или что я не знаю это почему-то тут опять все растянуто как будто кто-то хотел чтобы туда не ходили ну смотреть тут особо нечего я наверное действительно туда не пойду пойду посмотрю что вот в этой стороне так и все-таки как по мне надо таскать с собой иногда трос семитоник а то мало ли вот так куда улетишь и все там он что-то он за колонной есть но я не могу понять что это вход или нет мне надо эту путанку как-то пройти тогда я смогу точно посмотреть что там пока я лезу а а это просто треснутая стена ну так вроде тут стоять можно какие-то кабеля были сперли все что можно было спереть да да в общем сами видите почему-то все считают что я на своем канале несу какую-то философию что я что-то хочу сказать людям люди все равно не слышат того что ты им говоришь они это все слышат через призму своего восприятия мира и как говорят психологи делается проекция себя понимается так как понимается вот поэтому никакой смысловой нагрузки у меня нет у меня чисто ознакомительный канал где я был что я делал для себя для друзей для знакомых примерно так пойдем на гору так вроде выглядит надежно так вон еще одна как сказал товарищ который нам попался в бункере никто так до сих пор и не знает опа вот как всегда чуть не нарывался на торчащую проволоку никто не знает что это вот представьте а вдруг вот этот квадратик да это это была какая-нибудь военная ракетная шахта хуй его знает да оп чуть не упал ну вот так это все выглядит отсюда с горы вот первая горка там большая торчащая штука с какими-то так осторожно арматурой есть так вот на нее налететь сантиметров пять под кожу арматурка то зайдет пузень то можно и проткнуть так да ничего ну чё пошли эту смотреть похоже вся военная часть здесь была под землей по-другому просто никак кто знал что здесь так интересно и самое главное что это все есть близко и я никогда об этом не слышал вот как так то так ладно начинаем экстрим главное не навернуться вот черт ребята вы не поверите я на колючку нарвался хорошо я не быстро шел смотрите вот она прямо в колючку влетел влетел ух ты блин я прямо в колючке стою прямо вот полукругом вокруг меня надо выбираться поэтому я и говорю всегда кто его знает что тут что тут где что тут где так не провалиться а то тоже неизвестно чего это сейчас как и все и как в песне прости прощай круто круто представляете сколько лет назад это заброшено если здесь выросли вот такие деревья то есть как бы толщина то дерево относительно моей руки так идем дальше смотрим вон тот холм откуда мы слезли да что ты будешь делать ремешок все цепляется придется его придерживать и как то вот так да разваленные перекрытия меня просили снимать прерывной съемкой и выкладывать все целиком так как интересно посмотреть что это за военная часть и в каком она теперь плаченом состоянии плаченом красный кирпич вот постройка рушится потихонечку от времени представляете может это приходили такие как я да чтоб тебя опять я эти нитки не заметил блин черти парагвайские все опутали ладно буду выходить другим путем раз здесь уже нельзя пройти интересное место вот тоже стал бы видимо у них здесь когда-то был забор я думаю вот здесь по периметру но теперь ничего нет ну ладно идем дальше блять если вы поедете сюда смотрите под ноги я опять в колючку влетел только хотел сказать что столбы были с колючкой промолчал и вот тяна нарвался на нее любимую кстати у Нигана на бите в ходячих мерцвицах была такая колючечка то а? если времена начнутся совсем плохие вы знаете что делать засрали весь бункер реально тоже что-то было сами видите ну как круто сейчас я тебя сфотографирую у всех сейчас модно говорить хуя я тут раз и не видел это прикинь так провалиться можно еще одна такая же хер его знает что это такое канализация в общем у всех сейчас модно аэродром значит нам надо сходить туда посмотреть потом вон там подальше те заброшенные здания должны быть и что-то вон в той стороне ну чё ты готов по паханому полю напрямую будет сложно да нет дождей же не было а ну тогда ладно ну все пойдем первое поле мы прошли это второе поле до здания вон этого аэродрома осталось чуть-чуть по новостям владимир давным-давно показывали такие грандиозные планы тут чуть ли уже не боинги должны садиться были но как вы видите пока здесь русское поле экспериментов это наверное вот обзоры уже так русские это мое предположение где стояли самолеты тут же было для маленьких самолетов взлетная полоса вот сейчас мы это проверим так это или нет но возможно я ошибаюсь я предполагаю что вот это уже похоже на взлетную полосу потому что на карте она как раз заявлена вот здесь и если смотреть относительно вон этой как ее назвать постройки управления полетами или что то оно там и как раз мне кажется отсюда они но это не точно здесь уже все заросло мы ожидали увидеть тут хотя бы взлетную полосу из асфальта из старого а тут просто щебенка кто его знает и возможно я ошибся и видите фонари может когда-то здесь что-то было вон они идут оттуда и до самой постройки всего скорее судя по наклону может полоса была вот здесь но тут сами видите с мой рост трава я не знаю что здесь надо быть интересно получается смотри вот эти я реально тебе говорю я думал тут дорога на самом деле если посмотреть на сам фонарь то его состояние оставляет желать лучше ну ты фонарь снял? чтоб на увеличение сними это да похоже тут с советского союза ничего не было я рассчитывал как минимум тут увидеть что-то а здесь просто разрушенный дом видно его? угу ну в него мы не полезем нам надо возвращаться на ту дорогу которую мы приняли за взлетную полосу вот так вот видите как в реальности все по-другому а на карте гугл тут есть дороги вот такие у нас дороги вот находится это здание куда мы хотели идти сейчас мы подойдем по-быстрому туда но мы посмотрели мы не успеваем тогда на обратную электричку а следующее будет очень ну не поздно в шесть а следующее будет позднее и нам как бы не особо хотелось бы тут торчать до темноты вот эти фонарные столбы тоже тут все заросло ну какая-то щебенка поэтому сейчас пойдем к ней о смотри ебать хорошо я вовремя тормознулся вот ща я бы улетел то а было бы четко ага плиты то пиздят потихонечку смотри и территория и сплит вот она я ж тебе говорил смотри как близко это все на карте кажется капец да 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 в общем вот и дорога нормальная ну хотя бы здесь дорога да ну пойдем смотреть я все таки думаю это был заводик так ну это явно не бункер вот здесь вся территория и сплит это я так опаньки опаньки тут ребятки какой-то бомжатник ну здесь ну здесь ну вот темно да интеллектуально да ничего интересного да сейчас узнаем что это было слушай ну да все скорее это был ангар для самолета но я не уверен иди сюда да это ангар здесь вот даже инструкции есть представляешь представляешь когда-то тут стояли самолеты вот так вот что-то там нашел перышко 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 как всегда все разворовано все разбито ничего тут такого нет куртейка чья-то ну а так конечно круто тут наверно было когда самолеты стояли тут здоровое помещение ну как бы сами видите ничего здесь нет уже только дырки в палу и старый линолеум смотрите все вот назад он уже не закрывается что там есть что стоишь а да это коллекторы звонят но не мне поэтому пошли нахрен ищите того идиота что он там торчит на 3000 рублей осторожно тут гвозди где меры кидал да открывай что там тут вообще ничего не осталось да даже полы разобрали все мягко говоря с коммунизм да обама все украл снова проклятые американцы трамп обама хилари клинтон все украли никуда от них не деться они повсюду ну я думаю на этом здесь больше снимать то особо и нечего вон ту каморку я не проверил это парадный вход одна на это вон я так тоже понимаю тут гаражи все дела но туда мы не полезем потому что и так видно что там смотреть нечего да ты прав поэтому мы возвращаемся домой у меня сейчас видница грубо говоря у нас сейчас 15 минут и это за 5 минут успеем мы это сделали да да типа того в этом вот отделении мы не были да да ну да ну да как ощущение нормально чего да хрен с ней так ладно пойдем вот сюда потому что здесь тот раз мы даже не заходили вон вон какие-то приборы вон какие-то приборы да хрен его знает сейчас я приближу чтобы получше было видно звонилка звонилка какая-то что тут еще то у них есть куда эти двери ведут неизвестно мы сейчас с той стороны к ним подойдем так ну что пошли туда пошли назад можно конечно вот здесь пролезть а ну нахрен пойдем пойдем под ноги просто смотри и все и оно нормально да не мы не полезем ты сам видел там что-то непонятное вот солдатик который это а я тогда сюда заходил вот он этот солдатик что на фото вот что у них тут так вот здесь осторожно здесь перешагивай оба тихо блять я тут еле пролез пролезешь ну вот узнаешь на видео это место где он высшая математика да ну вот представь что здесь было сам посмотри только под ноги смотри и по лестнице туда не ходи там потому что по лестнице по лестнице там провалишься о батарейка квадратная ну это как всегда так вот в этой части мы тот раз тоже не были так ничего тут на меня не свалится под ноги смотри очень много гвоздей вверх чтоб ты потом не улетел так разрушено все лампы вот вот тут белья какая так столик двери двери конечно те еще так это вот те двери да но тут особо смотреть то нечего нечего о нашли артефакт такой артефакт это жк нет это радиостанция или что ну это тут да что то с радиостанцией связано а это инструкция о я нашел выход где на 8 тепловой лестнице да ладно тут что лестница есть ну так чисто арматуривая вбитая в стену да там свет да это это как его этот канал воздушный да вот эти лампы главное никогда не бей вот такие хуяна целые лежат вот эти я забыл чего в них ну короче но оно ядовитое для человека то есть если ты уж ее и разбил да иди здесь люк люк я твой отец ну что ты пошли нету да блядь нашел на чё облокотиться да рухлись какую-то просто тогда мы слишком заговорились с этим мужиком и чё-то было не до обследования этого бункера вон что-то валяется посвяти туда вот эти? да чуть такое сам не знаю надо было взглянуть поближе но это надо вон оттуда выйти блин тут пол так сказать мягко говоря подожди стоп у тебя прямо под тобой ступеньки нет ступеньки хрен с ним тут уже чё всё сломали что ли вон сломана эта херня вот эта? да вон лестнице и уже всё сломано проломлено похоже на ту офигеть вот кому делать нечего? ну тут все ищут что-нибудь артефакта найти какие-нибудь продать так не упади так блять ну ладно сейчас посмотрим а нет это мне оттуда показалось что всё сломано вот эта лестница нормальная а вот та она меня не выдерживает вот там если встанешь там точно провалишься так что у нас тут дощечки да? да такая хорошая дощечка так подожди да слушай я думаю туда нет смысла ходить там что там смотреть то нам тут всё развалито ну чё пойдём в ту комнату вот которая сзади меня вот только с той стороны ну не ну можно конечно рискнуть здесь пройти но я по этой лестнице тогда шёл уже было стрёмно вот вот он тоже что-то блять тут вот эта лампа битая про которую тебе говорю какие-то квадратные батарейки хуево знаю что это такое причём очень много этих батареек ладно пойдём обойдём просто здесь-то я ходил здесь-то я уверенно иду но всё равно надо под ноги смотреть мог кто-то прийти как ты сам понимаешь нет нет а передвинуть что-то местами и всё вот тоже люк такой же да нет здесь нет ничего пойдём дальше так ну чё ты застрял здесь очень много гвоздей смотри под ноги и очень много дыр меня немножко другое интересовало так так осторожно так ну вот ну ладно всё нормально охренеть я освещаю комнату ну-ка сюда глянь гляну не я просто фотку сделал стол перевёрнутый ну чё в бункер номер 2 слышу наверное тогда пошли да да то да Я тебе говорю, тут холодно. Да тут нет ничего интересного, я смотрел. Да, вот сюда ты не пойдешь, вот здесь ты глянешь, но здесь тоже особо такого ничего нет. Ну да, это вот здесь я тут тоже штуку смотрю. Да, а так тут тоже ничего нет. Ну что, во второй? Наверное, да. Ну, здесь, посмотри, я тут говорил, что то ли тут ванная была, то ли туалет, то ли санузел обычный. Ну что, выходи тогда, вон, роликовые коньки. Плоды цивилизации. Пленка. Да, да, пленка. Нет, это от фотоаппарата. Ну что, не испачкался? Да нет, просто отрекает то, что мог на собрежать. Понятно. Так, я уже иду по бункеру. Это вот первая воздушная шахта, да? Там вон другая, и вон та самая, я так понимаю, уцелевшая. Чекаешь, тут стрёмно лазить. Ну да ладно. Когда-то меня останавливало. Вот ямка какая-то. Кто-то что-то рыл. Вот такие щели были, как будто дот. Слушай, а это не огневая или точка? Нифига, это не канал. Слушай, похоже на огневую точку. И вот, правильно, как ты говорил, люк. Как будто они отстреливаться собирались, да? Здесь-то вот непонятно. Блять, только бы не провалиться. А вот там-то похоже, да? На это, как дот. Но только из люка стрелять. Может, тогда он закрывался как-то. А чё, в принципе, удобно, смотри. Если так вдуматься. Ну да. Мне кажется, отсюда могли стрелять. Вот это вот окошко вообще и куда-то хуже перед на башню. Потому что смотри, как оно сделано. Ну вот да. Как будто так вот дуозовешь и вот делаешь. Да, да. Вон, стрелять в ту сторону. Да. Ладно. Окей, допустим. Да. А вон, кстати. Ну да, вон второй бункер. Как-то они вклады. И вон опять холм за бункером. Видишь какой? Угу. Как нас опиздил. Как насmilить.